Таковы уж особенности профессии спасателя, что нужно не только спешить на помощь, еще и предвидеть беду. Как известно, весной реки наиболее коварны. Уровень может прирастать неимоверно быстро. Катер на воздушной подушке спасатели в большинстве случаев используют, разумеется, для спасения людей, например, застрявших на льдине. Ну а для того, чтобы проверить уровень воды в реках, эта штука тоже довольно хорошо подходит. Например, наглядно сейчас можно увидеть, как поднялся Абакан. Вот даже по этой мостовой опоре здесь нарисованы граффити, а ведь их художники рисовали, когда уровень воды был довольно низким. То есть сейчас видно, что рисунки практически наполовину скрыты под водой. Задача сегодня – обнаружить возможные места подтопления в окрестностях Абакана. Разумеется, рыбаки и отдыхающие тоже спасателям интересны в профилактических целях. Двоех мужчин с удочками мы замечаем на берегу в районе моста отряда. Очевидно, удильщики опытные. Роман практически наизусть цитирует памятку. Близко к воде не подхожу, уже где-то обхожу, где-то стараюсь подсказать, если кто-то там обязательный, чтобы маленько с водой. Да это же не шутки. То, что вода – не шутка, вся Хакасия увидела в 2014-м. Обильные осадки плюс таяние горного снега вызвали подтопление десятков населенных пунктов. Сегодня реки более-менее спокойны. Уровень практически в два раза ниже критического. Первая волна паводка у нас проходит, собственно. У нас есть так называемая вторая волна, связанная с прохождением, с таянием снега в верховьях реки. И до второй волны, по текущим данным, еще не дошло. То есть пока первая волна, которая проходит пока благоприятно. Впрочем, ситуация вполне может измениться, если в Хакасию придут дожди. И тогда спасателям придется выполнять уже другие задачи. Но пока они проводят такие вот рейды, раздают рыбакам памятки, пугая рыбу и не от безделья. Безопасности для. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.